здравствуйте у нас на прямой связи журналист дмитрий гордон дмитрий здравствуйте рад вас видеть здравствуйте взаимно вот если бы у вас просил человек ну скажем так иностранец который не в контексте того что происходит сейчас в украине что происходит в курской области вы бы как ему описали специальная военная операция украины по денацификации и демилитаризации курской области потому что много лет из курской области слышались стоны и крики о том что украинцам не дают учить украинский язык русских школах что просто запрещают общаться на родном языке поэтому жители курской области украинцы курской области обращались к украине с просьбой защитить их и украина не могла оставаться безучастной этим мольбам о помощи поэтому была начата специальная военная операция вы знаете что самое интересное я недавно думал о том что вот представьте человек который встретил рассвет 24 февраля 2022 года взрывы ракеты бомбы удары по украинской территории встретил этот рассвет и заснул и проснулся как раз вот две недели назад когда началась своего в курской области ну это было бы интересно проследить за ходом его мысли но перелом наступил как вы думаете в этой войне то есть насколько здесь важно смотреть на ситуацию трезво потому что всегда есть эйфория и какие-то завышенные ожидания вот как вы считаете можно ли уже констатировать перелом в этой войне мой друг говорит от эйфории до белой горячки один шаг эйфория безусловно есть но ей важно не поддаваться важно оставаться трезвыми трезвомыслящими и очень взвешенно проводить те или иные действия безусловно я вам скажу как я это вижу безусловно россии люди не нужны свои люди мне рассказывал мне рассказывал леонид броневой который играл фирса в вишневом саде в театре линком свое время говорит после на спектакль пришел гаврил попов бывший московский городоначальник демократ я его тоже хорошо знаю и после спектакля все собрались в кабинете марка захарова роль фирса марком захаровым была увеличена и расширена и марк захаров спросил у гаврила попова скажите вот какой главный вывод вы сделали из этого спектакля и попов сказал в россии никто никому не нужен ощущение такое остается по-прежнему в россии никто никому не нужен я думаю что безусловно украина будет расширять зону своего присутствия а в россии завоевывая все новые и новые территории безусловно ну что мы же видели грош сына словам путина когда он сказал что в течение трех дней все это закончится отвою территорию герасимов этот с лицом алкоголика за булдыге тоже рассказывал три дня и все но прошло уже две недели а территория захваченная украиной расширяется безусловно сво украинская конечно же распространиться и на брянскую и на белгородской области уже разрешили американцы использовать ракеты свои и вообще свое оружие в полной мере на территории курской области ну слушайте ну завтра разрешат на территории белгородской области послезавтра на территории брянской области после послезавтра вообще на территории россии мы же понимаем что это вопрос времени причем очень близкого потому что 5 ноября священная дата выборов соединенных штатах президентских она приближается и демократам нужно рапортовать о своих успехах поэтому они будут делать сейчас все для того чтобы помочь украине не разговорами не полумерами а мерами и в россии это конечно же хорошо понимают у путина нет средств как это звучит вообще потрясающе у него нет средств для того чтобы выдавить в силу из курской области потому что оказалось что все более-менее боеспособные части находятся на линии соприкосновения на линии огня на территории украины срочники но они конечно сдаются с большей радостью чем умирать будут ну естественно их никто не учил вообще они не обучены это тоже понятно в россии никогда не учили срочников как надо срочники будут сдаваться людей нет вооружений нет в россии вооружение заканчивается если кто не знает то я скажу склады советские опустевают почти уже ничего не осталось танков нет бтеров нет ни черта нет все давно разворовано причем не шойгу и его генералами армии которые многие из которых уже сидят да нет путиным разворовано потому что понятно что они воровали не только себе они воровали прежде всего наверх отдавали на ворованное поэтому россия накануне большой трагедии закономерной трагедии и конечно же я считаю что перелом уже наступил если проводить исторические аналогии даже во время второй мировой войны перелом великий перелом как говорили в моем детстве наступил именно после битвы на курской дуге вот курск снова становится центром внимания и точкой отчета развенчание мифа вот то о чем вы сказали что ведь нередко приходилось слышать от руководства россии что вот если украина ударит по крыму то мы ответим так как никогда не отвечали ударили не ответили если по так называемым новым территориям это оккупированные части украины ударит киев ответим так как никогда не отвечали ударили не ответили а теперь вот апофеоз это каноническая международно признанная территория российской федерации и путин ничего не может с этим делать миф на котором он держится он разрушается развенчивается внутри российского общества или все-таки еще этого недостаточно это не апофеоз это а пофигей это начало армагеддона русского я считаю вы понимаете миф создавался долгими годами и десятилетиями непобедимость русского оружия в мы вторая армия мира они действительно вторая армия мира на территории россии потому что первое это украинская и вообще отвечать нечем отвечать конечно хочется ну чем ядерное оружие применять нельзя они не применят ядерное оружие потому что китай и америка дадут им так по рукам и по мозгам что жить не захочется а жить они хотят они очень хотят жить они украли столько бабок у своего государства своего народа что им очень хочется жить и пользоваться этими бабками вообще не затевали войну не для того чтобы умирать а для того чтобы жить еще лучше поэтому ничем они не ответят отвечать им нечем это все пустые слова никто им не верит верить ним нет и вообще вы знаете мне раньше я ошибался очень мне казалось что путин умный человек да враг да дьявол да подонок но умный человек если можно назвать это существо человеком конечно нельзя какой он человек недавно я вдруг отчетливо понял что он просто банальный идиот он идиот и я объясню почему с 2008 года с года когда россия совершила нападение на грузию по сегодняшний день путин истратил на войну 2 триллиона долларов ну ты посмотри какая у тебя территория я советую всем открыть политическую карту мира посмотрите какая у россии территория обустраивай свою страну да если ты туда всадил два триллиона долларов да не два один если ты всадил свою страну модернизировал бы предприятия построил бы новое заинтересовал бы людей работой высокоплачиваем платил бы пенсии нормально боже сколько науку разве валбы образование здравоохранение вы понимаете что такое два триллиона долларов этот старый пень потратил на армию на вооружение на милитари ну и в результате к чему он пришел ухнули эти два триллиона россия просто просто в жопе и это жопа усугубляется и кто этого не понимает но мне очень жалко этих людей они думают что да нет сейчас россия встанет отряхнется отряхивать можно только пыль там уже нечего отряхивать поэтому конец плохой у россии у путина очень плохой конец они доигрались они пришли к нам с войной они получили войну назад и война конечно же будет идти на территории россии вы представляете из области как они говорят они официально это говорят эвакуировано 125 тысяч человек да у нас из киева из припяти в восемьдесят шестом году я помню 26 апреля восемьдесят шестого года случился взрыв на чернобыльской станции из припяти эвакуировали 50 тысяч человек это мощный советский союз был тогда еще но относительно мощный но все равно партия рулила 50 тысяч это какая паника я помню было что тут на вокзалах творилось а это курская сраная область при граниче 125 тысяч уехала это по их словам 125 тыс там и все 200 ну это же это во первых это позор для россии это позор во вторых это проблемы дополнительные в третьих это глухое недовольство которое может стать не глухим однажды и в четвертых эти же люди имеют родственников по всей россии они же звонят им они рассказывают что они живут спортзала где-то что они выехали что никому они не нужны что государство дало им по 10 тысяч рублей это чуть больше 100 долларов людям потерявшим там имущество и так далее не все получили да и не все получат ну это порочная гнилая подлая несправедливая отвратительная страна которая вместо того чтобы сеять разумное доброе вечное прежде всего для своих жителей а во второй очереди уже для мира делиться с какими-то изобретениями как делятся нормальные цивилизованные страны она сама не умеет жить и рассказывает всем как жить не надо учит всех навязывает всем свою повестку но не за это сейчас поплатится очень сильно кстати наталья на рачницкая бывший депутат государственной думы россии выступая в эфире первого канала сказала о том а давайте все разбомбим ковровыми бомбардировками по курской области вот все что там есть давайте уничтожим и это собственно я видел комментарии в том числе в российских пабликах когда подождите ну там же есть россияне как это всех разбомбить вот это уже звучит в эфире главного российского пропагандистского канала это философия определенная как вы думаете не но это еще одна дура которая заседает в государственной думе туда же бывший уже не заседала это не имеет значения там таких пруд пруди дело в том что языком молоть это одно дела делать это другое во первых во вторых во вторых на российских каналах федеральных видимо туда не поступили методички и там уже милец что попал как для путина и как для власти или же так надо или же поступили методички пошла работа против власти против путина потому что говорят очень крамольные вещи на российских уже федеральных каналах я все отслеживаю говорят о том что вот мы говорили нам говорили за три дня прошло две недели а что предпринимает государство и так далее почему мы бросаем людей почему украина наступает если карен шахназаров один из оплотов вообще путинского режима когда-то неплохой кинорежиссер а ныне просто фашист просто конченый фашист карен шахназаров заявляет официально в студию соловьева что мы должны быть готовы что мы можем проиграть о до них уже доходит ну конечно они не могут проиграть они проиграют просто некоторые кто по умнее уже себе какие-то пути для отступления ищут как тот же шахназаров но он что думал там же все просто бартер я тебе должность генерального директора мосфильма на которой ты можешь не контролируемо воровать и государство тебя не будет трогать а ты мне лояльность и преданность и верность и говорит то что надо мне это же очень простые вещи конечно не ни в какие своего ни в какую деноцификацию и демилитаризацию украины шахназаров не верит просто негодяй циники подонок как они в массе своей все я не верю в идеологию она может быть только у недалеких людей умные все понимают но работают по методичкам за большие бабки у меня как вы считаете есть возможность как-то выскочить теперь из условной петли то есть каран шахназаров человек который снял курьера который снял из джаза который снял зимний вечер в гаграх как раз в советское время показывал что можно снимать не по-советски потом гендиректор мосфильма и человек который не вылезал из эфиров соловьева и вот сейчас он складывается впечатление что действительно пытается пытается как-то сманеврировать в этой ситуации у них остается возможности вспомните кем был его папа георгий хастроевич он был многолетним помощником горбачева в перестроечные годы между прочим сможет ли шахназаров петлянуть и спрятаться я не исключаю ничего спрятаться может даже путин возможны разные варианты запад может дать ему неприкосновенности гарантии жизни в обмен на то что он в решающий момент что-то сделает что нужно сделать я не исключаю ничего отпетлять и значит избежать наказания могут многие но я не верю в то что убегут или не будут распятыми или повешенными или приговоренными такие деятели как соловьев скобеева они виноваты в украинской а теперь уже в русской трагедии гораздо больше российских генералов вот эти пропагандисты которые годами методично разжигали ненависть дезинформировали российское общество рассказывали страхи небылицы и ужасы о бандеровской якобы украине в результате чего эти отмороженные идиоты шли убивать украинцев они несут больше ответственность и сделали больше для войны чем российские генералы вот это я точно знаю это как радио тысячи холмов в руанде когда проводились исследования как раз даже были исследования по-моему британцы что там поскольку тысячи холмов поскольку много гор вот там где радио не добивало отношение ахуту к туци было гораздо лучше то есть не было таких такого проявления геноцида как там где это радио хорошо ловилась я думаю что если бы геббельс воскрес и услышал бы соловьева несколько вечеров он бы сказал а что так можно оказывается так мы не дорабатывали сказал бы геббельс вы общались когда-то с владимиром соловьевым нет нет то есть никогда не было желания взять у него интервью еще до войны вы знаете на первых порах я бы с ним поговорил бы но он со мной не говорил бы точно он мне уделял в своих эфирах столько внимания что просто он меня и кем только он меня не называл и фашистами нацистами бандеровцами подонками гадостью какой-то он просто не было эфира бывало чтобы он обо мне не вспомнил и конечно понятно почему потому что у него была такая задача и он понимал что надо бороться со мной лично но это смотрите у нас очень много общих знакомых портрет соловьева для меня понятен это очень талантливый человек абсолютно циничный абсолютно прозападный который принял условия игры получает за это миллионы долларов и беззаветно предан получаемым миллионам долларов все никакой идеологии ничего хорошая семья мама замечательного него была абсолютно еврейский человек но подонок из подонков которого конечно настигнет если не кара правосудия то кара божья тысячу процентов у вас есть такое чисто человеческое разочарование вот мы как-то с вами этот вопрос затрагивали но в контексте такого цинизма который царит в российской вот политэлите и там даже окружении там в шоу-бизнесе там есть люди которые вас искренне разочаровали то есть возможно уверовав то что говорит владимир путин или ретранслирует владимир соловьев мой покойный друг великий грузин вахтан константиночки кобидзе когда русские напали на грузию в 2008 году и когда русские танки шли к билиси и когда его коллеги с которыми он дружил с которыми были отношения которых он любил они выступили за путина против грузии он спел замечательную песню где были такие слова вы меня не предали разочаровали вы знаете есть определенное количество людей в россии которых я любил которые любили меня которые вот просто оказались ничтожно какими-то маленькими испортившими свой некролог суетливыми личностями которые казались большими все понимающими любящими украину часто приезжающими сюда признающимися украине в любви которые были абсолютно умными продвинутыми просветленными личностями которые на фильмах и книгах и песнях которых воспитывался весь союз и потом россия украина несколько поколений они оказались ничтожно мелкими но эта история все рассудит конечно они разочаровали конечно вот вот они глыбы с которыми мне приходилось дружить общаться с которыми связывали огромное количество событий отношений встреч застолий откровений каких-то переживаний вот видео вот фотографии конечно из памяти это все убрать невозможно я для себя сделал водораздел это было до ну то есть вы оставляете для себя какой-то образ этих людей даже если после начала войны эти отношения изменились но вывод не обнуляйте это полностью в себе хорошие отношения нет но понимаете вот я знаю что это было со мной и с ними в той другой эпохи в то другое время это было это казалось чистым казалось искренним я это не зачеркиваю это было но это было и прошло а сейчас другое время и в этом другом времени они оказались подонками такими как путин как масса этой русской черни грязи они поддержали войну против моей страны против меня они поддерживают то что нас убивают что нас бомбят что летят ракеты на нас и дроны и бомбы и все что угодно разрушают наши города они не встали хотя бы не уехали из россии не не сказали ни слова они поддерживают или молча поддерживают это варварство в двадцать первом веке поэтому ну как я к ним могу относиться все зачеркнуто все испорчено испоганено испохаблено вычеркнуто их их больше нет а то что было тогда то осталось тогда там на том берегу лариса долина недавно попала снова фокус информационного внимания там история с мошенниками лариса долина один из наиболее ярых сторонников она одна из наиболее ярых сторонников политики владимира путина вы же общались знаете очень мало очень очень мало несколько раз буквально один раз жюри с ней сидел на ком-то конкурсе мы были членами жюри и восемьдесят восьмом году брал у нее интервью она еще была не похожа на себя нынешним там не о ком говорить она просто как и многие эстрадные звезды мы привыкли знаете это бы я была моя когда-то ошибка я думал вот если он в кино играет такие роли но наверное это в жизни мудрец а часто оказывалось что в кино ролях под руководством режиссера это гиганты а в жизни просто придурки ну без ума без интеллекта без образования так часто бывало деградировавшие спившиеся личности где просто негде не за что зацепиться лариса долина ну просто это кто она такая кто она у нее хороший голос хороший голос что она спела что она сделала погода в доме что там и в мейдж джаза ну и что дальше что ну знаете для меня как для человека который очень долго работал шоу-бизнесе администраторами антрепренерами и менеджерами прессарию кем угодно но для меня мерило одно соберет человек зал или не соберет зал ну пусть долина соберет зал я хочу посмотреть кто за билеты придет на ее концерт я хочу посмотреть кто за билеты придет на концерт шамана ну это бред никто не пойдет на эти концерты за билеты за деньги отмерила популярности не звание не гонорары а именно зал иди собирай зал там все расскажи рассказывать те российские артисты которые остались на стороне владимир путин там есть те кто могут собрать зала вот если сейчас назад это туда ну одного человека не хочу называть потому что жизнь с ним прожита он собирает зал и это я не уверен что он поддерживает владимира путина так кто у нас там за него ратует за путина расторгуем расторгуем думаю да соберет зал и любая соберет зала газманов ну наверное да наверное да почему скорее да чем нет много хитов спета им и расторгуем у них есть своя аудитория скорее да соберут не думаю что большие как раньше ну что-то соберут соберет что-то наверное сиров на остаточной популярности под фонограмму открывая рот что-то соберет придут престарелые его поклонницы позже тоже стыдоба какая саша сиров который прожил в украине столько лет который сам с украины который здесь состоялся саша сиров владеющий украинским языком совершенства я недавно увидел какое-то интервью вон про украинских фашистов что-то рассказывает боже как у него язык не отсохнет какие фашисты где он их видел как можно про свою родину где которая тебе дала твой голос твое естество все тебе дала украина кошмар ну деньги поэтому поэтому они выглядят плохо потому что внутреннее состояние отражается на лицах и на животах те у кого внутри все правильно и кто понимает что он прав они выглядят хорошо а те кто играет роли и понимает они они не могут не понимать но серова он дурачок конечно но там есть люди я газманова дураком не назову я не знаю как он себе внушил ту ересь которую несет в интервью и со сцены я не знаю он же всегда был очень просоветским там песни офицеры и вообще рожденный в ссср он всегда был очень конъюнктурным потому что за песню москва звонят колокола лужков платил ему огромные деньги потому что песня офицеры кормила его на всяких военных мероприятиях это огромные деньги от государства всегда был очень конъюнктурным очень талантливым смотрите я никогда не скажу те вещи которых нет ну газманов талантливейший человек талантливейший он прекрасный композитор он хороший поэт он артист со своим лицом ну он подонок циничный подонок там много таких а филипп а слушайте ой а люба успенская боже мой женщина родившаяся в киеве киевлянка опять-таки так любившая украина приезжавшая сюда до последнего боже она приезжала до двадцать второго года сюда с ней неоднократно встречался в киеве гражданка соединенных штатов америки тебе что не иметься к тебе что надо гражданка сша ты чего путина поддерживать ну понятно что надо ей нужны деньги помешанным на деньгах михаил захарович шуфутинский хороший человек умный между прочим гражданин сша михаил захарович вам что надо от путина что вам надо звание народного получить россии без этого никак удивляет просто удивляет если люба еще там с интеллектом вопросы то такие люди как шуфутинский но там вопросов нет с интеллектом но это кошмар это кошмар а история с киркоровом она более сложная то есть филипп киркоров его и до конца раскрытая позиция все-таки кажется холид киркоров филипп киркоров начнем с этого неуравновешенный психически очень талантливый артист кстати он певец прекрасный я никогда не скажу что киркоров плохой певец прекрасный певец прекрасным репертуаром но во первых он по интеллекту хромает сильно во вторых он очень любит деньги в третьих он запуганный а ввиду его сексуальной ориентации и гонений на нее сегодняшней фашистской россии он запуган еще больше вот вся история примитивные примитивные там таких много слушаем мы хотим от них чтобы они были светочами мысли но так не получается среди них есть умные люди их очень мало умные люди все выехали уже алла борисовна выехала максим выехал андрей вадимович выехал борис борисович выехал умные не там уже а умный еще знаете кто умный тот кто поставит свободу выше денег но этому может только очень умный сделать примитивные ставят деньги лишь бы бабки или что надо что сказать вот это хорошо бабки дайте не забудьте все все скажу все сделаю бабки только дайте умный подумает иначе свобода самое главное все остальное а все остальное придет потому что честность всегда окупается посмотрите на максима галкина как пример человек уехал человек который был супер популярным в россии вел все супер популярные шоу на первом канале который собирал переполненные залы везде искрящийся талантом умный красивый образованнейший человек казалось бы ну пересиди тихонько ну пересиди где-то что-то подмахни где-то что-то скажи где-то многозначительный намек дай но не рви нет встал поехал и что господь ему сверху концерты во всех крупнейших залах всего мира мне нравится когда пропагандисты русские говорят галкин собирает три коллеги там где-то да вы откроете инстаграм максима галкина и посмотрите он снимает все залы ломятся залы по всему миру и на его выступления ходят люди и он зарабатывает смотрите честность всегда окупается это просто но это закон а история с иваном орган там который не поддержал войну да его называют тихим но тем не менее войну он не поддержал остается в россии и это такая сложно сложно видимо история вот как я считаю я ивана органта видел один раз он брал у меня интервью с александром цикала когда-то 2011 году еще но из того что я о нем понимаю мне кажется он просто умный порядочный и очень боящийся всего человек встать уехать боится поддержать войну не может по определению поддержать украину боится вот думает пересидеть таких тоже много пересидим посмотрим как то оно будет еще никогда не было чтобы не было никак подождем а заблудившиеся потому что я вспоминаю интервью розенбаума который он дал ксении собчак ну уже какое-то время назад в самом начале войны и человек который написал в черном тюльпане например такую афганскую песню да много у него военных антивоенных песен и вот он с одной стороны пытается сказать что он не поддерживает войну и говорит на меня телевизор не воздействует а с другой я четко вижу что он говорит тем теми нарративами которые как раз продвигает владимир соловьев и я не знаю вот мне не хватает какого-то понимания то есть он в это верят уже искренне или он это ретранслирует мне показалось что он в это верит мало кто знает александра я ключа розенбаума как знаю его я с ним жизнь прошла и это человек как на песнях которого на великих песнях которого выросло несколько поколений это великий человек который являлся и является иконой для миллионов людей который написал песни после которых понятно что поддерживать путина и войну он априори не может но мне кажется что при всей силе своего таланта он внутри слабый человек и осуждать розенбаума я не не собираюсь у меня есть свое мнение о котором я говорить сейчас не буду он очень чистый человек но очень слабый я думаю так много вопросов про софию ротару вот у нас был андрей данилка недавно он рассказывал о разговоре софии михайловной то есть они даже после начала войны переговорили но как раз кто-то ждет кто-то не ждет не знаю возможно это такое определение именно от нее какого-то более четкого высказывания то есть софия ротару ее позиции я уже ничего софии михайловной не жду у нас очень теплые нежные отношения с ней были я не общался ни разу софии михайловной во время войны я даже не поздравляю ее вот во время большой войны я даже не поздравляю ее 7 августа у нее день рождения я даже не поздравляю с днем рождения эти 22 23 24 три раза уже не поздравил софия михайловна это символ украины ее песни являются для украины символичными черво наруто это символ украины одна колына это символ украины песни и васюка и поклада спеты ей это символы украины мозгового софия михайловна это часть украины софия михайловна это украина и конечно в моем понимании 24 февраля 2022 года софия михайловна должна была выступить и сказать в адрес русских фашистов путина и всей этой нечисти будьте вы прокляты за то что вы напали на мою страну я призываю всех условно говоря русских матерей я к вам обращаюсь софия ротару не пускайте своих детей на войну она неправедная я за украину я против войны против россии против путина ну как то так софия михайловна все это время молчит но это ее право говорить или молчать она герой украины она получила из рук зеленского премию легенда она повторяю она это украина и она должна была это сделать кто мне скажет ничего она не должна ну это ваше мнение а я считаю должна была она этого не сделала может она думала о своей недвижимости в крыму что будет с ней я не знаю я с ней не говорил поэтому это мои догадки и предположения вот но все поезд ушел война закончится в этом году как раз наши зрители спрашивали вы делали прогноз оптимистичный как мне кажется прогноз вот уверены в том что так и будет я уверен да в этом году война закончится уверен причем очень хорошо для Украины закончится в этом я тоже уверен ну теоретически могут произойти какие-то события которые знаете может что угодно может произойти но исходя из информации которой я обладаю из разных источников исходя из тех точек зрения которые вы сказали в беседах со мной осведомленные люди и в Украине и на западе ну однозначно она должна закончиться в этом году вот давайте проведем такой мысленный эксперимент война закончится Путин предстанет перед судом вы бы или не предстанет или не предстанет перед судом вот если допустим Путин будет в заключении вы бы взяли у него интервью ой вспомнил старый советский анекдот программа время идет в заключении Леонид Ильич Брежнев сказал старый еврей сидит он говорит что он уже в заключении да конечно у Путина за решеткой я бы с удовольствием взял интервью с удовольствием я брал интервью когда-то у выдающегося советского художника карикатуриста Бориса Ефимова ему было 107 лет в этот момент ну киевлянин родился в Киеве 107 лет оно есть в ютубе так вот Борис Ефимов на Нюрнбергском процессе рисовал нацистских преступников и особенно тщательно рисовал Геринга вот я представляю во первых я бы хотел дожить до 108 лет он умер в 108 лет во вторых я бы хотел не рисовать Путина а взять у него интервью за решеткой это было бы здорово а вот ваше отношение к Лукашенко изменилось вы брали у него интервью перед большой войной и вот сейчас Лукашенко вам понятен как некая фигура в этом политическом процессе и военном предельно понятен Лукашенко мне предельно понятен понятнее может быть всех я его очень хорошо понимаю он что сейчас делает вот вся эта его риторика некое маневрирование отпустил политзаключенных 30 человек он маневрирует он маневрирует Лукашенко это политическое животное очень умное очень циничное очень беспринципное это политическое животное которое понимает чтобы дальше жить ему надо дальше сохранять власть или договариваться он прекрасно понимает что с Путиным ему не по пути он всю жизнь вот эти 30 сколько там Путин 25 лет грубо у власти все это время у них жуткие отвратительные отношения у Путина с Лукашенко это два врага то есть пусть никого не вводят в заблуждение их обнимашки на камеры и частые встречи это два врага ненавидящих друг другу поэтому Лукашенко Лукашенко прекрасно понимает что единственный путь который может ему позволить остаться в живых сохранить награбленное и может даже чуть-чуть остаться у власти это контакты с западом которые он оживленно поддерживает Лукашенко абсолютно прозападный человек несмотря на свою риторику потому что да конечно ему бы хотелось вообще его мечта самое главное все эти годы была стать президентом объединенного государства Россия Беларусь это не секрет об этом знают все кому положено об этом знать он видел себя вместо Ельцина и поэтому почему у него плохие отношения с Путиным еще потому что какой Путин я я же должен был откуда эту маршавую гадость взяли вот его мысли я такой же как Ельцин большой красивый с опытом работы вообще откуда этот появился откуда его достали из какой вообще из каких закоулков поэтому он понимает что этим мечтам сбыться не суждено и он понимает что залог его жизни и денег это хорошее отношение с западом что он и делает он поддерживает очень хорошее отношение с западом а риторика это для лохов то есть получается уже в завершении хочу спросить что Лукашенко готовится к тому что все скоро изменится и Путин видимо скоро исчезнет из политического процесса можно такой вывод сделать вы знаете на похоронах Путина Лукашенко будет вбивать лично гвозди в его гроб это я фигурально условно выразился но это абсолютно так не будет большего большего бенефициара конца Путина чем Лукашенко ну не считая Украину конечно Лукашенко ненавидит его и искренне желает чтобы этого карлика уже не было уверен 100% но это не делает Лукашенко ангелом вы поймите правильно Лукашенко подонок такой же подонок Лукашенко и несет вину за украинскую трагедию тоже свою Лукашенко лгун подлый лгун он мне в интервью клялся поднимите все в ютубе я ему сказал что мне Александр Турчинов сказал что вы его предупредили что вы ему сказали что если Путин отправит войска через Беларусь вы их не пропустите или в крайнем случае за несколько суток предупредите Турчинова сказал да это правда никогда он сказал мне публично это интервью пострелили десятки миллионов человек никогда с белорусской территории он повторил это никогда русские войска не пойдут в Украину ну замечательно они так красиво шли с белорусской территории 24 февраля 2022 2022 года он столько сделал для того чтобы нам было плохо мы это никогда не забудем как не забудем и то что он сделал чтобы нам было хорошо но об этом я говорить не буду пока ну что ж поставим пока многоточие спасибо вам большое дмитрий гордо он был с нами на прямой связи всего вам доброго и до следующего раза до свидания спасибо до свидания